Сегодня полтретьего пополудни в модном корабле-подобном магазине «Верона», что на улице Радищева была предотвращена попытка хищения норковой итальянской шубы. Воры изобличили благодаря технике и взялись по личным. Охотником на норку оказалась некая молодая особа весьма опухшего и побитого вида. Кто она в действительности, пока сказать трудно. Идентификацией ее личности занимается дознаватель Ленинского РУВД. Но сама девушка, пойманная с шубой, поведала очень трогательную историю. Зовут ее Молге Кристина Трифилова. Красиво. Однако с таким фейсом девушку не могут звать Кристина. Хотя всяко бывает. Живет она якобы в многострадальном городе Нижнем Тагиле. А дальше супер история. Сегодня утром Кристина вместе со своим законным супругом Денисом приехала в Екатеринбург. Вероятно на электричке. И самое главное, зачем они прибыли в столицу? За елкой. У вас в Тагиле не продают елки. Ну здесь цены посмотреть. Там такие елки. Вот так байка. Ехать более сотни километров, чтобы купить елку. Ну растения, чета Трифиловых приобрести видимо не успела. Судьба занесла их в Верону. Этот магазин знатен не только тем, что в нем торгуют стильной одеждой, но и тем, что в прошлом году его грабили три раза. В 98-м повезло. Ни одного эксцесса. И только вчера один из руководителей торговой точки сказала «Слава Богу, до Нового года доживем без происшествий». И вот сегодня, полтретьего пополудни, Верону забрели Трифиловые. Кристина ушла в самый конец магазина. В женском зале выбрала себе шубку итальянской фирмы «Миссина», сшитую из кусочков норки и стоящую 13 300 рублей. Зашла в кабинку, надела на тело шубейку, сняла бадж, белый контрольный прибор, пикающий на выходе. Сверху накинула свою дубленку, взяла мужа под ручку и пошли они на выход. Но на контрольных воротах шуба вдруг запищала. Прибежали охранники, продавцы. Сумку осмотрели, ничего нет. Девушку Кристину раздели, ба, а там шуба за 13 300 рублей. Шуба на вас была, Одесса? Да. Ну, то есть вы сейчас не отказываетесь? Нет. Готовы понести наказание? Ну, наверное. Наверное, у всех уже возник логичный вопрос. А, собственно, почему запищала шуба, если белый сигнальный бадж Кристина сняла? А вот это уже ноу-хау. Дело в том, что помимо баджа, на каждом изделии есть еще нечто, что пищит на выходе. Что это уточнять не будем. Опытные жулики сами знают, а для любителей ликбез проводить нет желания. Так вот именно об этом втором контрольном приборчике тагильская девушка Кристина и не знала. И потому попала. Первая версия. Тетенька живет в трудовом городке, где работает не сказала, но денег получает, видимо, немного. Не дофига, что нам дофига? Кто значит дофига получает? Конечно. Зашла бедняжка в богатый магазин. Тоже захотелось. Якобы решение спонтанное. Но вот в чем тонкость. Белый бадж, она не разломала на куски, как это делают лоховатые воришки, а аккуратно разъединила, что можно сделать только зная, как эта штука работает. Бадж невозможно снять, не сломав его. Его можно только либо каким-то образом размагнитить с помощью специального приспособления. Вот так нажимается, и она достается. То есть другим способом это снять невозможно. Значит, они либо уже у них есть практика снятия подобных баджей, либо они конкретно знали, как это сделать. И вот вторая версия. Знать, Кристина девушка тертая. И, быть может, это у нее уже не первая кража. Просто в других местах, например, была одна степень защиты. Сегодня девушка лоханулась. Сегодня и ее, и ее мужа Дениса органы доставили в Ленинское РУВД. В течение сегодняшних, то есть дежурных суток, с ними разбирался дознаватель. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Попытка кражи в крупном размере от 5 до 10 лет зоны. А если учесть, что Кристина уже однажды была судима за драку, то срок ей могут дать вполне реальный. Сядет ли муж, выяснит следствие. Сам он от проделки жены отнекивается, прикидывается шлангом. Я не видел, как она ее взяла. Я вообще стоял с продавщицей, откуда я знаю. Вы хоть вышли и засигналили соблазны.